С ароматом Power Woman сильная женщина туалетная вода компания Reflame я познакомилась уже после того, как аромат был снят с производства и на знакомство меня подвигло любопытство, поскольку я знала очень много женщин которые об этом аромате высоко отзывались любили его считали своим парфюмерным я мне стало интересно познакомиться что же это за такая вода интересная ну, во-первых, авторы воды знаменитые парфюмеры во-первых, Морис Руссель которая создала фродизию Бракар, Леру Алена Делона такой известнейший аромат как Безилишес, данный карант ее зеленое яблоко ароматы Инсуэнс и революционный хрустальный мускус Салинстан в компании Герлен а также создавал ароматы даже для прославленного нишевого бренда Сержа Лютана вторым парфюмером является Эверин Буланже нам она известна как автор ароматов Валари Голд и Amazing Paradise и также как автор парфюмерного конструктора о романе для бренда Фаберли аромат, который они создали получил награду в 2013 году как одна из лучших парфюмерных композиций России создавалась она специально для России и представляла ее Тина Канделаки было заявлено, что одной из ведущих нот будет нота русского чая но я не могла понять чем русский чай отличается от любого другого тем не менее первое, что я слышу в этом аромате это какая-то зимняя холодность может быть хотели показать русскую зиму в таком случае это действительно парфюмерам удалось передана она чаем, имбирем и фрезей фрезей это зелено-терпкий аромат прохладный ну и имбирь видимо дает тоже такое ощущение морозца небольшого постепенно начинает проявляться сладость композиция в сердце классический аккорд роза жасмин флерд оранж добавлен который так и добавляет свежести но уходит я бы сказала что в этот чай имбирный русский добавили ложку меда начинает аромат уходить в сладость и в базе у нас встречают пачули и амбра ну и по некоторым данным еще должен присутствовать гелиотроп возможно эту сладость сердце аромата дает именно гелиотроп я люблю ноту гелиотропа но в данном случае кто-то меня отталкивает возможно имбирь я небольшая поклонница этой ноты в парфюмерии возможно а вот эта сладость амбра гелиотропа сказать чтобы роза и жасмин были явно выражены такое ощущение что действительно речь идет о морозном вечере сером пасмурном такие ощущения и заваривается чай может быть чайпитие за столом и чай черный но может быть не только черный но такое ощущение что черный чай у кого-то с имбирем у кого-то и жасмином у кого-то с розой у кого-то с цитрусовыми нотами у кого-то с медом точнее мед скорее всего у всех есть и вот такая интересная композиция безусловно с очень заметной нотой имбиря при этом такой холодно-острой но меня аромат не привлек мне кажется что в то время когда он был выпущен он наверное был революционным и действительно привлекал к себе внимание может быть я и балована не знаю мне он не показался таким уж интересным я признаю его оригинальность но это не та композиция которую бы мне хотелось с иметь в своей коллекции поэтому мы с этим ароматом не пересеклись во времени и пространстве и в общем-то я не вижу в этом повода для сожалений